23 марта. Сегодня у нас второй день тепло. Харьковская область. Прям солнышко, солнышко. Это мои многолетки, которые зимовали под листьем в этом году. Я всегда их прикапывала в огороде, делала траншею. И прикапывала в этом году, как в том году не захотела. У меня здесь березы. Такие красивые. Такая красивая у меня тут поляночка. И много-много было листьев. Я их сгребла и закопала эти все мои ящики под листья. Потом тую мы срезали лапником сверху. И здесь же у меня, я вот так переворачиваю своего зона. Здесь хризантема у меня тоже. И тоже зимует. Ну вот хризантема здесь я уже посмотрела. Она хорошая. Просто черенков еще не дала. Но меня удивила хризантемка, которая в маленьком-маленьком горшочке. Смотрите, какие дала побеги уже. Шикарно. Такая красивая хризантемка. Я вставлю, какая видео у меня. Это вообще очень красиво. Ну просто что... Никогда я как-то не оставляла хризантему на осень. А это оставила. Ну думаю, ну вот, выжила. Здесь у меня и монардочка, и арктическая ромашка. И ромашка крупноцветковая, мелкоцветковая. И гвоздичка, и мыльнянка. Так что, вот так вот хорошо перезимовали под листьями. Я их сразу, после того, как их выставлю, я их сразу полью монофосфат калия. Может кто-то посмотрит. Да, да мое... Знаете, обо всех, наверное, есть какое-то удобрение свое. У меня монофосфат калия. Мне кажется, что вот он дает хороший рост, корни. И вот, и даже и зелень. Куча азота там нету. Но мне оно нравится. Так что, вот такие вот на сегодня планы. Всем хорошего дня. Главное мирного.